Пуск. На борту порядок. Самочувствие хорошее. Предварительное. Промежуточное. Главное подъем. Земля ждет покорителей Красной планеты. До возвращения один месяц. Полтора года назад марсанавты отправились в рискованную экспедицию. За это время они забыли запах земли. Они не помнят, что такое белый свет, что бывает день-ночь, каковы запахи земли, земного воздуха. По мнению сотрудников Центра управления полетами, самые яркие воспоминания марсанавтов – высадка на Красную планету. Если у Юрия Гагарина во время старта был пульс 152 ударов в минуту, то у марсианских десантников Института медико-биологических проблем сердце билось со скоростью 160. Это всегда непросто с точки зрения психологической. И, во-вторых, довольно большой объем работ на поверхности Марса. Но важно сейчас нам будет понять, какова цена физиологическая вот той работы, которую проделал экипаж. Сегодня испытатели отделяют от Земли 2 миллиона виртуальных километров. А в реальности – герметичный люк. Каждый доброволец в любой момент мог выйти на свободу. Желающих не нашлось. Очень много экспериментов, важных экспериментов по оценке среды обитания. Гигиенических, микробиологических. Это большая серия экспериментов, которые направлены на взаимодействие человека и окружающей среды. Ученым удалось подобрать абсолютно совместимый экипаж. И почти известен ответ на главный вопрос эксперимента Марс-500. Способна ли психика человека вынести полтора года изоляции в замкнутом пространстве? Если человек не приспособлен к такого рода воздействия, может случиться всякое. Может случиться от депрессии до агрессии. Уже сегодня можно говорить о том, что у нас экипаж был хорошо подобран. Если говорить о парах, то мы, естественно, предполагали, что у нас европейцы будут между собой больше общаться, что россияне выделятся, вот думали, к кому примет китайцы и так далее. Но на самом деле реально в экипаже оказалось сбалансированный экипаж из шести человек. Экипаж наземного звездолета стал настоящим космическим интернационалом. Трое русских, итальянец, француз и китаец быстро нашли общий язык, помогли совместным вовлечениям. По прогнозам Роскосмоса, первый полет на Красную планету состоится в течение ближайших 25 лет. Хотя некоторые специалисты утверждают, что еще раньше.